КНАУФ – это комплексное решение для любых помещений. Это комфортный дом для каждого члена семьи. Уют в доме начинается с КНАУФ. Петербургский политех на своей площадке в двух матчах принимал соперников в измене футбольного клуба «Ухта». Как часто бывает в поединках соседей по турнирной таблице, игры получились зрелищными. В стартовой встрече уже к середине первого тайма было забито 4 гола. Счет был открыт после розыгрыша углового. Мяч прилетел к Радмиру Шарипову, и капитан политеха технично пробил сходу. Гости также выжили максимум из стандартного положения. Александр Севец вогнал мяч под перекладину. Равновесие в счете наблюдалось недолго. Неоправданная потеря мяча вблизи штрафной площади приводит к еще одному голу политеха, автором которого в итоговый протокол был внесен Андрей Кузнецов. 2-1. Спустя две минуты результативной стала быстрая атака хозяев площадки, точку в которой поставил Богдан Сверидов. Игра и дальше продолжала изобиловать острыми моментами у ворот обеих команд. И здесь нельзя не отметить вратаря гостей Артема Салахова. Играл он очень надежно. Не раз и не два спасал от гола свою команду. Но как можно отразить мяч, летящий в ворота с такой скоростью? Радмир Шарипов устанавливает окончательный счет первого матча 4-1. Команда помогала тоже. Подустал, конечно, немножко. Но завтра надо еще силы оставить. Завтра, надеюсь, сыграем, соберемся и дай бог наберем первые очки. Столько моментов создаем, но не реализуем. Вроде играли нормально, хорошо, все получалось. Еще раз, все зависит от реализации. Реализуем мы всем хоть парочку моментов, и игра бы уже по-другому пошла. В повторной встрече команды не проявили столь высокую результативность, как в первой, хотя опасные моменты создавались с завидной регулярностью. Ухта могла открыть счет, когда Ян Кузенок обрезал неточным пасом своих партнеров, но выход 2 в 1 и последовавший за ним дальний удар отразил вратарь. Политех, в свою очередь, мог отличиться также после удара Яна Кузенка, когда был разыгран штрафной, и только чудо, вернее, голова защитника спасла Ухту от гола. Счет был открыт после стандартного положения. Александр Севец откликнулся на передачу и неуловимым движением отправил мяч в дальний угол ворот Дмитрия Молчанова. За 5 минут до окончания первого тайма Ухта заработала пятый фолл, но за это время у петербуржцев никто не сумел наиграть на 10-метровый. Таких установок не бывает, в принципе, идти на мере на фолл. Нужно обострять в таких ситуациях, нужно просто угрожать и пытаться удавлять, естественно, рисковать. Это естественная ситуация, но еще раз повторюсь, Ухта сыграл очень грамотно в эти минуты. Где-то немножко ниже опустилось, где-то практически не лезло единоборство, то есть старалось напрягать очень чисто, и я считаю, что у нас, наверное, даже не было шансов, чтобы заработать на фолл. Второй тайм мало отличался от первого. Команды имели голевые возможности, но забивать так и не получалось. В одном из эпизодов вратарь Политеха Молчанов пытался сыграть на опережении, но опоздал с выходом и получил предупреждение. Извлечь выгоду из опасного штрафного удара Ухта, правда, тоже не смогла. Политех перешел на игру в пять полевых за 9 минут до сирены. Отчаянно штурмовали ворота петербуржцы, но раз за разом Политеху категорически не везло. Плюс Ухта оборонялась очень дисциплинированно и надежно, а в воротах чудеса творил Артем Салахов. В итоге за 33 секунды до конца матча второй мяч в пустые ворота Политеха забил Алексей Кравцов. Комментировать нечем. Мы победили. Это самое главное, что в наших условиях сейчас на данном этапе. Это очень хороший такой стимул будет для дальнейшего развития нашей команды. Поэтому получилось то, что хотели, в принципе. Конечно, больно за то, что рассратили столько моментов. Ну и соперник тоже нас иногда прощал. Именно Радмир Шарипов стал автором единственного гола в составе Политеха в этом матче. Но мяч этот был забит за 5 секунд до конца игры. И времени на то, чтобы спастись, у петербургцев уже физически не оставалось. Сколько моментов создали и забили всего один гол. Причем пятером это... Я не знаю, как это назвать. У нас просто моментов миллион, а голов ноль. Ну, отсюда и результат. Никита Гулин, Денис Смирнов, Андрей Романов. Специально для Ассоциации мини-футбола России. Ассоциации мини-футбола России.